здравствуйте мои девочки и мальчики рада приветствовать вас на канале айрония сегодня мы обсуждаем знак зодиака девы девы женщины у меня мятный чай я сделала вам такую интимную обстановочку свечечку чтобы вы расслабились и послушались знак интересный поехали я буду смотреть в свои записи еще раз скажу для тех кто недавно присоединился на канале новые подписчики что это является моим хобби я не профессиональный астролог это чисто развлечения и наблюдения так что не относитесь к этому серьезно хотя описываю я так как она есть на самом деле так какие у нас девы как правило девы это талантливые люди но с большим но мы еще поговорим об этом они часто умеют хорошо писать сочинять стихи рисовать что-то мастерить шить делать красивые украшения бижутерию очень часто делают занимаются танцами спортом причем каким-нибудь необычным для женщин видом спорта могут увлекаться и все это у них очень хорошо получается многие девы очень вообще спортивный всю жизнь и любят быть команде и единомышленников например играть в оркестре петь в хоре танцевать в группе прыгнуть готовы например в группе с парашютом или опуститься на дно океана с какой-нибудь с группой легко готовы на экстрим также то есть они подписываются они могут там с горы на лыжах или еще что-нибудь такое любит быть на виду где-то выступать быть ведущими передач или вести какой-то концерт или вести какое-то там собрание такое большое быть блогером тоже это им присущим но как ни странно девы очень часто не разбираются в музыке в широком смысле этого слова то есть они хорошую музыку не чувствуют где хорошо где плохо могут слушать всякую ерунду иногда что самое интересное они вообще не любят музыку и я это встречала несколько раз среди дев то есть это единственный знак который может не любить музыку вообще для меня это очень удивительно девы очень трудоспособны могут залить на себя горы дел очень конкретный никогда не витают в облаках вопросах денег они как говорится любят пересчитывать деньги этот знак как правило держит до свои деньги и финансы на контроле может отложить может рассчитать свои расходы то есть могут быть они кстати самостоятельными бизнесменами женщина дева вот может от начала до конца все организовать и сделать сама то есть она такая у них очень странная у дев женщин чувство юмора впрочем и у мужчин тоже у них такой плосковатый юмор они могут часами просто часами смеяться ухахатываться совершенно не смешного анекдота причем даже мне иногда кажется что они этот смех выдавливают из себя только потому что смеяться иногда надо они в курсе что смех полезен он продлевает жизнь и поэтому значит можно иногда посмеяться хотя иногда чувство юмора у дев может и полностью отсутствовать так же как и не любовь к музыке если дева получает какие-то сообщения вот например от кого-то на ватсап она обязательно это прокомментирует ваше послание не останется без реакции даже если там никакая реакция не нужна на ваше послание последнее слово будет за делом они хорошие специалисты в той области в которой они работают они профессионалы своего дела всегда кстати среди дев очень много медиков медиков в то же время это не обязательно врачи но что-то связано с медициной в то же время они имеют часто проблемы в личной жизни частенько ошибаются с выбором мужчины или даже если они с мужем живут долго с одним мужем не расходясь такое впечатление со стороны что им как-то пресновато и все не хватает какого-то перчика то есть она не она не стремится пойти изменить мужу и так далее но вот чего-то ей не хватает да простят меня девы я просто вот делюсь многолетними наблюдениями очень многие девы расходятся выходят замуж снова опять расходятся и так далее как ни странно это звучит над женщинами девами очень часто стоит отец то есть какой-то либо очень строгий либо жесткий отец либо наоборот такой отец который отец и мать и на девушек он очень на девушек дев отец влияет больше матери больше как-то даже не то чтобы больше проводит времени но она его вот запрос учитывает больше поэтому возможно женщины девы такие самостоятельные они в принципе могут как мужчины себя вести несмотря на то что внешне они женственные и довольно обаятельные любят моду но не любят кардинальные перемены вот что-то отрезать там перекрасить кардинально так чтобы их никто не узнал не сильно выделяться экстравагантностью например надеть что-то такое которое сразу бросается в глаза то есть очень яркое там пальто какое-то перекособоченное такой сложный фасон или что-то такое очень ну яркое и выделяющийся они скорее сделают какие-то интересные возьмут очки интересную сумку какой-то брошку ну в общем чем-то таким будут более мелким но интересно так выделяться сами могут очень многое что-то сочинить в плане одежды украшений сумок брошек подушек шарфиков не знаю очень профессионально и качественно могут притворить это в жизни кстати очень знаю дев которые делают красивые сумки делают красивые украшения которые могут сделать там ремни пояса и вот моя подружка тоже дева она могла просто вот скопировать какую-то вещь из каталога которую на самом деле на нее нет никаких выкроек ничего то есть она могла просто посмотреть и скопировать полностью например связать ее или сшить это кстати свойственно очень девам они видят вещь девы не столь стабильные надежны как описывают их гороскопах сколь наоборот озабочены противоположным полом то есть они не гуляют или меняют мужчин как перчатки но рано проявляют интерес противоположным полу они любопытны во всем что им интересно даже если им страшно они могут закрыть глаза и нырнуть на одно океана образно выражаясь они рисковые то есть они риск им присущ они могут что-нибудь такое вытворить очень необычное итог дева это леса это не волк это леса в овечьей шкуре такая плохая девочка которая прикидывается хороший по жизни вплоть до того что она может как бы на старости лет стать такой спокойной верить в бога пропагандировать это до этого грешить и вообще не соблюдать никакие заветы я сейчас образно выражаю у девы всегда чистом омуте водятся какие-то черти и вам и не снилось что у нее в голове даже представить не сможете и предположить она такая монашка у которой под вот этой темной робой кружевные чулки и дева готова всегда к омуту в которой она прыгнет при благоприятных условиях с головой не задумываясь для девы нерешительность партнера на какие-то свершения то есть ее партнер если он не готов к свершениям то это именно то самое которое может привести к тому что дело потерять к партнеру интерес и может ему изменить или вообще уйти от него девы любят кого-то чему-то учить но при этом сами не владеют часто этими зданиями на практике то есть они начитаны но это прочитанная теория которая на самом деле они никогда не пробовали не притворяли в жизнь и особенное их этой и не касается женщина дева холодна скромна на вид но внутри там бушует море эмоций и эти эмоции бесконтрольные сама дева не знает куда ее может занести каждая дева считает важным и необходимым выйти замуж вот так я вижу вас девушки девы пишите в комментариях так это или нет я вас всех целую обнимаю до новых встреч с вами была наташа пока и